Привет, это Вадим, я снова с вами. Сегодня я отвечу на три ваших вопроса. Где я их взял? Вы прислали их на HiPeople's Bay.net. Первый вопрос. Какой тег использовать для меню? Второй. Гриды или бутстрап? Третий. Целесообразно ли делать удобные сайты? Давайте разберемся. Поехали. Для меню в HTML5 есть специальный тег меню. Поэтому, на мой взгляд, лучший способ разметки меню это navmenu lia, пишет Юрий Беляков. Это даже не вопрос, но я решил на него ответить. Но давайте сначала я вам задам несколько вопросов. Представьте, что у вас есть ресторанное меню. Обычное такое. Товары, цены, граммы, калории, вот это вот все. И вы хотите его сверстать. Какой вы тег используете? Ну, наверное, возьмете в спецификации, посмотрите и найдете тег меню. Тоже тег меню. Хорошо. Или, например, вы хотите сверстать статью из какого-нибудь журнала, газеты, ну, в общем, онлайн-издания. Что вы используете? Ну, наверное, как там по-английски статья? Article. Во. Вы пойдете в спецификацию HTML5, возьмете тег article и с помощью нее сделаете статью. Классно, здорово. Ну, или иконку вставляете. Иконку? Как можно вставить? Пойдете в спецификацию HTML5, а там нет тега для иконки. И что делать? Ну, вы поищите похожий какой-нибудь. Вы найдете тег i. Буквка i. Ну, на самом деле italic, но какая разница? Он похож. Поэтому вы возьмете и используете его для иконок. Классно? Здорово. Случаев слишком много, чтобы под каждый иметь собственный тег. Поэтому нам нужно понимать, что на самом деле тег, который мы берем из спецификации, приносит полезного. А использовать div с классом – это абсолютно нормальное дело. Да хоть 800 тысяч, 16 миллионов этих, не знаю, divов вы используете с классами, какая к черту разница? Но если среди них есть полезные, вы делаете все правильно. Потому что для верстка нужны дополнительные divы. Очень много их нужно. Серьезно. Классы, CSS, вот это вот все. Вот эта вся мешанина делает красивый, хороший интерфейс. А удобный интерфейс, реально удобный, делают некоторые теги. И если обратиться в спецификацию, то там описано, что такое тег-меню. Но есть нюанс. Смотря в какую спецификацию посмотреть. В ATVG-шной спецификации тег-меню есть. Он такой, знаете, неупорядоченный список типа. Можно написать меню-меню, а внутри него ли-ли-ли, то есть лист-айтемы. И внутри должно содержаться какие-то там пункты, и это в принципе меню. Но меню другое. Дело в том, что в операционных системах есть меню. Файл-меню, вот это вот вид-меню, или правой кнопкой кликайте, там контекстное меню. Вот это меню. Это не то меню, которое навигационное. Это не меню ресторанное даже. Это совсем другая штука. Конкретное, четкое. Это не список ссылок. Это не какие-то там кнопки, это не какие-то, не знаю, блюда в ресторане. Это конкретный тип меню. Но давайте посмотрим в другую спецификацию. Спецификацию HTML5.3, которую написали ребята из V3C. Там тег-меню, там его просто нет. Просто нет. Потому что, а я, честно говоря, не знаю почему. Наверняка авторы спецификации решили, что в браузерах он особо не внедрен, пользы от него нет, поэтому зачем его держать, ну раз уж никто не заинтересовался этой прекрасной идеей. Получается странная ситуация. В одной спецификации он есть, другой нет. И где найти вообще его пользу, как понятно, нужен он или нет. Мы просто идем в браузеры и понимаем, работаем ли он там или нет. Если пойти в браузеры, то у них есть даже стили по умолчанию для тега меню. То есть, если вы вставите меню, а внутри пункты списка, то эти пункты списка получат буллеты. Ну то есть, как обычный список, неупорядоченный. Уэлл который. И все классно, здорово работает. Тег поддерживается в браузерах? Ну не совсем. Есть еще один нюанс. Если пойти и посмотреть, что браузер рассказывает об этом элементе меню скринридером, то есть, какую роль он ему уготавливает, и какую роль он передает наверх, в скринридере, например, можно понять, поддерживается ли он на самом деле, отличается ли он от Дева хоть чем-то на самом деле, по смыслу, пользой своей. И если пойти в какой-нибудь хром, то там в панели accessibility абсолютно пусто. Там тег меню, элемент меню, никакой роли вообще не несет. То есть, он даже не воспринимается списком. Браузеры не говорят, что это список. Они говорят, что это ничего. А дальше уже конкретные пункты списка внутри. То есть, он даже на самом деле вреднее, чем обычный список, потому что он еще не произносится как список. То есть, вообще очень странно получается. В итоге, навигационное меню просто так называется. Там используется слово меню. Это на самом деле просто навигация. А как она выглядит? Длинный, развернутый список, спрятанный, не знаю, какое-нибудь бургерное меню, там, не знаю, в кебаб меню, или еще во что-нибудь такое. Да неважно, это просто навигация. Ресторанное меню – это просто список цен. Ну, реально, список, лист. Ну, то есть, ordered list, unordered list, да что угодно. Ну, как угодно вы его сверстаете. Ну, нет такого тега в спецификации. Лучше какую-нибудь схему.org используйте, чтобы правильно разметить меню, например. Эти меню просто созвучны. Меню, которое вы ищите. А настоящие вот true-меню, они такие, знаете, системные для веб-приложений. То есть, если вы пишете какое-нибудь сложное приложение, где вам нужно контекстное меню, там тег меню, наверное, будет адекватен. Ну, на самом деле, не совсем. Мы с вами только что поняли, что в браузерах-то он не работает. А что работает в браузерах? В браузерах работают aria-роли. Это так называемая спецификация accessible-rich-internet applications, в котором прописаны специальные атрибуты, которые сильно расширяют возможности HTML, которые описаны в спецификации HTML в одной либо в другой. Там есть специальные роли, специальные примитивы, с помощью которых можно создать на основе HTML классный, удобный интерфейс для одностраничных, многостраничных, да любых, но, скажем так, приложений. То, что мы привыкли сегодня называть приложениями, а не сайтами. Так вот, там есть role-menu и role-menu-item. То есть, можно любому divu сказать role-menu, любому там под divu сказать menu-item, и таким образом передать какое-то специальное знание скриндридеру. И оно заработает, в отличие от тега menu, который, как мы знаем, особой пользы не несет. В общем, навигация по вашим страницам – это просто тег nav. Это полезные, ориентирные страницы, где лежат внутри ссылки. Как вы их организуете, в список или не в список – неважно. Главное, что тег-меню там лишний. Это не меню с точки зрения HTML. А если вы хотите углубиться глубже и понять, что такое настоящее меню, что такое навигационное меню и так далее, и так далее, а еще и установить себе какой-нибудь компонент из МПМа, есть прекраснейшая статья Хейдена Пикеринга. К сожалению, пока на английском, но я думаю, там не такой сложный язык. Ну, вы справитесь, короче. Там, по крайней мере, фрагменты кода точно сможете прочитать. Так вот, там есть очень классное объяснение, чем эти меню друг от друга отличаются. Там есть компонент из МПМа, там есть компонент для реакта, там есть, в общем, очень много всего. То есть, я даже не буду воровать у Хейдена еще больше эфирного времени, и пусть вы просто прочитаете эту его статью. Есть, кстати, отдельная книга «Inclusive Components», которой в удобном там EPUB или в каком-нибудь другом вам приятном формате эта вся информация изложена. Не пожалейте денег, купите эту книжку, поставьте на свою читалку, и обязательно изучайте все эти доступные инклюзивные компоненты. Он пишет об этом просто божественно. В общем, навигация — это навигация, меню — это системное меню. Понравилось верстать на грядах, просто влюбился. И удобно, и классно, и синтаксис, и возможности, но все кругом топят за Bootstrap. Заказчики требуют на нем сайты, коллеги говорят, ну вот мы тут на Bootstrap сделали, и непонятно, что делать. Верстать на том, что нравится, или на том, что все требуют, или, не знаю, настаивают, или что модно. Помогите, спрашивает Эльдар Лебедев. Хочется воскликнуть в ответ. Да, гряды, только гряды. Не слушайте никого, забудьте. Только гряды, 100%. Браузерная поддержка подходит, все, фигачите. Но все чуть-чуть сложнее. Если вы пишете для себя, пишите на чем нравится. Абсолютно все равно. Хоть, ну вот, вообще на всем, что угодно. Хоть на том, что еще в браузерах не поддерживается. Полифильте, придумывайте, неважно. Вы делаете это для себя. Людей, которые практиковали гряды, знают, как они работают, знают все эти нюансы, и могут сделать что-то посложнее, чем просто раскидать коробочки по ячеечкам. Очень мало. И если вы реально будете практиковать это, это будет здорово. Но если вы решаете задачи бизнеса, где все на самом деле уже на бутстрапе, где все люди, которые работают над этим кодом, умеют бутстрап лучше всего, если у вас есть там какие-то плагины, есть какие-то системы, есть какие-то дизайны прям под бутстрап нарисованные, или, не знаю, вы хотите обновиться с одной версии бутстрапа на другой, чтобы там что-то там третье получилось. В общем, если вы сильно на нем завязаны, ну не вы лично, может быть, а ваш заказчик команды, с которой вы работаете, особого выбора здесь нет. Да и бутстрап развивается на самом деле. Раньше там, не знаю, флоуты были, потом флексы пришли, раньше там на САСе было, сейчас, по-моему, на постсс переписывают. Я как-то не особо слежу, но тем не менее, проект развивается. То есть он не стоит на месте, у него есть большое сообщество, и когда-нибудь, может быть, и бутстрап перейдет на гряды, кто знает. Но пока не перешел, у вас все равно есть возможность повлиять на проект. Вы всегда можете рассказать, чем гряды лучше, предложить альтернативу, предложить какие-то части, какие-то блочки, какие-то сложные случаи, с которыми бутстрап не справляет реализовать на грядах. Может быть, может быть, у вас получится это протащить. Опять же, если позволяет браузерная поддержка. Если заказчики согласны с такой деградацией этого гряда во что-нибудь, в флексы, во флоуты или просто в сплошную колонку, но неважно. Главное, чтобы они понимали. И вы тоже будьте готовы. Подготовьте хорошие демки, в которых ваша верстка на грядах очевидно лучше, чем бутстрап, например, или те же самые флексы, которые решают задачи лучше, без дополнительных классов, без дживоскрипта, без дополнительных медиавыражений, без дополнительного раздутого кода. Гриды умеют и такие вещи. Очень классно. Покажите заказчику на простых примерах, что вот это нельзя реализовать просто так на бутстрапе, а вот это гораздо короче и проще записывается. Имейте в руках такую демку, если вы на самом деле хотите продвигать эту технологию в проекты, над которыми вы работаете. А пока нет таких проектов, на которых можно практиковать гриды, сверстайте сайт для кота, запилите какую-нибудь смешную демку, а может быть и не смешную, на которой можно гриды показать. В общем, попытайтесь реализовать, не знаю, главную Яндекса на грядах, или какой у вас там любимый сайт. Что-нибудь такое. И вы вырастите как специалист, вы через год, когда все поймут, реально все поймут, а еще, не знаю, бутстрап станет на грядах, хотя, господи, вот не знаю, вы будете специалистом, который знает классную новую современную технологию. Так что ни минуты зря потеряны не будет. Я тут много рассказываю про доступность, как критерий хорошей верстки. И тут реплика. Я считаю, что все это скорее утопия, чем реальность. Как объяснить заказчику, что в результате ваших сложных работ на сайт придет на 1% больше пользователей? Ведь они посчитают, что вы некомпетентны, вы тратите их время, деньги, потому что это ведь всего 1%. Какой смысл? Может быть, это подходит для сайтов, у которых там больше 100 тысяч пользователей каждый день? В общем, Алексей Бабыкин сомневается. Ну и в самом деле, насколько целесообразно делать удобные сайты? Хм. Давайте проанализируем вопрос. В результате работ вы привлечете сайт на 1% больше пользователей, чем на него ходило раньше. Ну, примерно так. То есть, одно дело сверстать сайт, а другое дело сделать его удобным. То есть, это две разных работы. Вы сначала делаете похоже на макет, а потом делаете удобно, если есть время, деньги и так далее. Странная картинка получается, правда? Давайте посчитаем, сколько дополнительного времени вы тратите в своем проекте, чтобы, например, расставить точки с запятой в JavaScript. Ну, если вы их ставите, конечно. Привести табы и пробелы к чему-то одному. Или, допустим, количество символов в отступах привести к одному числу. Или, например, переписать раскладку с таблиц на флексы. Сколько вы времени на это потратите? Как вы заложите это в проект? Давайте посчитаем. Ну, или, не знаю, сколько будет стоить вашему клиенту, чтобы вы графику с текстом, вставленную прямо на сайт, заменили на реальный текст. Вы, наверное, дополнительную расценку какую-то обозначите на это, да? Да нет, конечно. Вы с самого начала сделаете хорошо. Вы с самого начала будете использовать какой-нибудь конфиг, линтер. Вы с самого начала будете писать код в едином стиле, чтобы потом не мучиться. Вы с самого начала сделаете раскладку на флексах, а не на таблицах. Вы с самого начала вставите обычный текст вместо картинок. То есть, есть какие-то вещи, которые вы с самого начала делаете хорошо. Почему вы так делаете? Просто потому, что для вас это стандарт качества. Вы понимаете, что сделать хуже, это значит написать плохой код, который будет плохо работать, плохо поддерживаться, на нем сложно будет договориться на его основе, и так далее, и так далее. Это для вас планка, ниже которой никак нельзя опуститься. Кроме этого, есть еще всякие мелкие задачи, которые не оказывают никакого влияния на интерфейс будущего сайта, которые никак не решают все эти бизнес-задачи вашего клиента. Вы делаете саму разработку удобнее. Вы расставляете нужные знаки припинания в вашем языке программирования, вы расставляете какие-то конфиги, вы пишете код нужным вам образом, экспериментируете с какими-нибудь, не знаю, парадигмами или паттернами программирования, новые языки, какие-то новые фреймворки. Вот в процессе пробуете что-то или пытаетесь сделать лучше, но не для пользователя. Есть очень много мелочей, которые вы делаете для себя, потому что это хорошо, это вас развивает, это делает код лучше. Так может быть, в этот список мелочей, которые вы делаете, чтобы кодовая база была лучше, вы добавите небольшой списочек вещей, которые можно сделать, чтобы пользователю этого сайта, для кого вы, собственно, его разрабатываете, стало удобнее. Ну то есть этот минимальный список требований, если его расширить совсем чуть-чуть, заголовки, ориентиры, подписи к картинкам, альты, лейблы к формам, не знаю, привязка айдишникам к полям форм, какие-нибудь дополнительные теги, дополнительные атрибуты, ну просто вещи, описывающие интерфейс правильно. Вы добавляете этот ваш минимально допустимый список вещей, которые ну прям вот must-have, иначе интерфейс будет плохой, и вы просто с самого начала пишете сначала хороший интерфейс, доступный и удобный. Я не буду вас обманывать. Чтобы сделать очень сложный интерфейс, вот прям вот, знаете, приложение, доступное по-настоящему с клавиатуры, для скринридеров, это очень много работы. Для этого есть отдельная спецификация ARIA, которую я сегодня уже упоминал, для этого есть дополнительные инструменты, библиотеки, атрибуты, вот эта вот сложная связка, есть еще дополнительный этап тестирования во всех скринридерах, а между ними есть разница, то есть задача непростая. Но если вы просто возьмете для себя правило узнать несколько вещей, современных стандартов качества интерфейсов, доступность клавиатуры, доступность скринридеров, чтобы интерактивные элементы имели описание и так далее, вы тогда просто с самого начала будете писать уже на 80% доступный интерфейс, а 20% добьете, если разберетесь получше. Расставить заголовки, ориентиры, не прятать аутлайны у интерактивных элементов, это уже очень много, это уже сильно помогает сделать интерфейсы лучше. Доступность – это не дополнительное требование, доступность – это норма. Просто вы об этом раньше не знали, теперь знаете. И если очень хотите, можете дополнительно клиенту это продавать, но не говорите, что это привлечет 1% пользователей. Это сделает интерфейсы лучше. И на самом деле за такие вещи деньги брать, ну, это как брать деньги за каждую точку с запятой, которую вы поставите в коде. Странно. Ну, это все на сегодня. Если вам понравилось лайк, не понравилось дизлайк, не скромничайте. Если вы хотите продолжения, пишите на happypillsbay.net ваши вопросы, идеи для разборов сайтов и так далее, и так далее. Если вы хотите не пропустить следующий выпуск, обязательно подпишитесь. А так, увидимся через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok